This conference will now be recorded. This course will 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 be recorded. In order to edit. This course will be recorded. We'll move the income form. This course will be recorded. There may not be registered in the representative. For example, we put the org yourselves withend oms to pay some ren WHO. Those documents will not accommodate системers that amount of price first Arabia may implement most of all part of the group. The benefits will be made by whatever, let the CC section of the wealth is passed. Our participants must accommodations to the population in 1 and 10. Это, конечно же, тоже были данные вводные, но каким-то образом я должна сейчас здесь увидеть, что на 10-го лист завела, 6-го, 4-го, то есть надо посмотреть, чтобы было у нее 4 года, 4 года, 3 месяца, ну плюс-минус, да, хорошо, обойду, что там 10-е число. Наверное, просто первоначально была дата 10-я, я не перезаписала больничный лист, как правило, здесь бывает та же дата, что и из больничного листа. Ну плюс-минус 3 дня нам погоды не сделают, для мамочки самое главное, чтобы стаж был больше, чем полгода. Причина нетрудоспособности отпуск по беременности и родам, даты, которые указал доктор в больничном листе, это с 04-го, 06-го по 21-е, 10-е. Хорошо, как я вижу, средний заработок у меня абсолютно не рассчитан, составляет, видимо, какую-то непонятную сумму, да, крошечную, надо зайти в карандашик и можно скорректировать данные, либо посмотреть, да, почему тут не так. Но я знаю, почему тут не так, потому что данные о доходах с предыдущего места работы у сотрудницы не записаны. А в 2019 году, работая у нас уже, да, с 01-го, 10-го, она получала некоторые денежные средства. Вот именно эти денежные средства, как мы видим, октябрь, там, ноябрь, декабрь, они как раз участвуют в расчете. Добавляем справку с места работы. Ну, она нам может ее принести в любой момент, да, то есть, соответственно, человек может получить больничный, исходя из МРО, увидеть, не согласиться и, соответственно, пойти к своему бывшему работодателю, либо к 10-ти бывшему работодателям, и эту справку получить. Предположу, что она на предыдущей работе работала с 01-го на 01-го, 15-го, по 30-е, 0-9-е, 19-е. Соответственно, сколько у нее будет справок, в скольких местах она работала, по стольким страхователям, ее предыдущим работодателям, я и буду заводить справочки. Итак, в 2018 году ее заработок подтвержденный был 400 тысяч рублей, рука дрогнула, и в 2019 заработок ее был 600 тысяч рублей. Дни болезни уменьшают дни, которые принимают участие в расчете больничного листа, только именно по беременности и родам. По простому больничному эти дни не учитываются. Тем не менее, мы их всегда будем заводить, программа понимает, когда эти дни отнимать, когда эти дни не отнимать. Ну, как видим, заработок уже прям сразу же поменялся. Хорошо. Так, уважаемые, ну, я вижу, что она, видимо, 3 дня в июне работала, я так предполагаю. За 3 дня-то ей заработную плату надо начислить. Вот чтобы эта галочка стала активной, мы должны выплату выбрать в межрасчетный период. И так как у нас завтра будет заработная плата, я завтра и поставлю, что мы будем выплачивать. Да, пятница. Хорошо. Итак, рассчитать заработную плату за июнь. И, соответственно, мы видим, что у нас оплата это 100%, потому что 100% платятся мамочкам, всем, которые больше полгода работали. И в начислениях не только за выплату по больничному листу, но и также за 3 дня работы в июне. Да, хорошо. Провожу, закрываю больничный лист. Как правило, мамочка, я так говорю, мне раньше резала слух, однако в ФСС все на слуху мамочка, мамочка, уже привыкаешь. Да, значит, Снежина представила нам справку о постановке на учет в ранние сроки беременности, ее дают доктора, и мы должны эту справочку зарегистрировать для того, чтобы пособие было начислено и в дальнейшем выплачено. Такая справочка регистрируется в разделе «Заработная плата» в журнале «Единовременное пособие». Но журнал «Единовременное пособие», как очень многие элементы, он в первоначальных типовых поставках скрыт. Достать его можно из шестереночек через настройку навигации. В разделе «Обычное» нахожу «Единовременное пособие», переношу с помощью кнопочки «Добавить» и говорю «Окей». «Единовременное пособие» создаю. Также 4.06. зарегистрирую этот документ. Дата события – это дата больничного листа. Очень у многих вопрос, какую здесь дату ставить. Ну, как-то не очень регистрируют какие-то такие тонкие моменты. Конечно же, здесь может быть какой-то предел, кто-то скажет. А может быть, она встала на учет до 1 февраля. До 1 февраля было совершенно другое пособие. Но тут совершенно четкая позиция. Нам и в справке не будет видно, когда она встала на учет. И Никола просто подтверждает этот факт. Поэтому дата больничного листа – это непосредственно дата страхового случая. Также будем выплачивать в межрасчетный период 5 июня. Выплата из справочника, который находится в настройках, автоматически заполняется. Провожу, закрываю. Я хочу обратить ваше внимание на то, какие денежные средства мы должны нашей сотруднице выплатить. Сформирую сейчас отчет по выплате задолженность по заработной плате. Наверное, я выберу период июнь. Здесь у меня много сотрудников будет, но, соответственно, меня интересует только Снежина. У Снежины будет заработная плата за май. Мы же за май еще заработную плату не заплатили 14 тысяч рублей. И здесь и заработная плата за июнь, и больничный лист. И внутри этой же суммы у нас с вами единовременное пособие. То есть единовременное пособие, давайте запоминать, 675, больничный лист. Ну, хотя мы сразу все это можем по сотруднику посмотреть, по Снежиной. В карточке сотрудника есть такая гиперссылочка на числение и удержание. Мы вот прям здесь можем посмотреть. Да, мы видим, что здесь 214 тысяч, это и больничная зарплата за июнь, 675. Вот как раз больше, чем 215 в месяце июня. Уважаемые, ну, мне нужно выплатить заработную плату за май и заработную плату за июнь. Соответственно, мы с вами будем выплачивать заработную плату по зарплатному проекту. Будем делать настройки такие в месяце. Ну, вот есть особенность, так, хочется тоже вам такую фишечку показать. Снежина попала в май, но Снежина у нас получает только за май. Соответственно, нужно сделать еще одну выплату за июнь. Выплачиваю в банк. Это как раз опция выплата по зарплатному проекту. Выбираю больничные листы под расчет. Да, вижу, что здесь. Ну, вот тут опять, да, нюанс такой. НДФЛ должны заплатить не позднее, чем на следующий день после пятого. То есть нужно будет обязательно это контролировать. Почему я такой практикум, да, еще выбрала? Для того, чтобы познакомиться еще с одним документом. Мы с вами без проблем можем выгружать ведомости и по зарплатным проектам сразу в банк. То есть здесь у нас получается такой файлик, который мы прямо в систему интернет-банка загружаем. Но если у нас очень много ведомостей именно в один день, а ЗУП устроено таким образом, что выплаты все, они определены, они типовые. То есть никогда у нас не попадет сюда вся сборная солянка. Поэтому хочу вас познакомить с таким документом, который находится в разделе выплаты. И можно его сформировать, то есть общую такую ведомость сформировать, платежное поручение уже непосредственно из журнала ведомости банк. Выделяем наши ведомости. Все вот они именно по дате, те ведомости, которые мы хотим объединить в одно платежное поручение. И создаем на основании платежное поручение. В результате мы можем этот документ записать, провести. И вот уже здесь выгрузить в систему интернет-банк один единый документ. Так, хорошо. Дальше у нас с вами на повестке дня синхронизация. Опять-таки хочу вас заинтересовать. Синхронизация – это самый первый практикум в нашем курсе. Уже после того, как эта опция будет нами настроена, мы будем очень часто сюда заходить и синхронизировать данные между двумя бухгалтерскими программами. То есть, опять-таки, обратите, пожалуйста, внимание, сейчас захожу в 1С Бухгалтерия в разделе ведомости на заработную плату. Мы с вами четко можем увидеть, что ведомости на выплату заработной платы за май у нас нет. Есть только ведомость на выплату аванса за май. Вот здесь сейчас должны появиться две ведомости. Хорошо, синхронизируем. Обычно нолик очень быстро превращается, даже там 100 не видно. Так, чуть-чуть висит-висит, потом уже другой шаг. Сейчас будем смотреть, когда будет шаг второй. Спасибо. Ух, нет. У меня сегодня с компьютером обычно все это быстрее происходит. Давай, дружочек, у нас очень мало времени. Хорошо, обещала, что кто-то не увидим, увидели. Да, хорошо, иду теперь в 1С-бухгалтерию. Ну, тут ничего не появилось, но забегая вперед, скажу, что есть такой секретик, как индексация. То есть просто еще она не появилась из-за индексации именно двух баз. Обновила, да. Хорошо. Значит, что мы в обязательном порядке делаем на 1С-бухгалтерии на всех начальных курсах? Мы пытаемся понять, а что же мы кому должны. Вот наш сейчас месяц, это май-июнь. Зарплату мы выплачиваем за май, а снежная наша, соответственно, находится в июне. После того, как мы заработную плату с вами выплатим, мы должны с вами увидеть. Да, забыли один еще секретик, что ли, сделать за май. Да, мы должны с вами увидеть, что и заработная плата выплачена, и, соответственно, наша снежная получила то самое пособие по беременности и родам. Итак, я захожу в ведомости на заработную плату. Как правило, все-таки они немножечко не так проводятся, но мы для того, чтобы скорость, так скажем, увеличить, именно так делаем на курсе, потому что нет возможности у нас загрузить эти выписки из интернет-банка. То есть заходим в ведомость непосредственно и говорим, что она оплачена. Оплачена, да. Что мы с вами можем увидеть? Да, мы можем увидеть, что по всем сотрудникам у нас с вами расчеты закрылись, а по снежной висит дебетовая сальда. Ну, как будто переплата. Нет, это никакая не переплата, выплата. Ну, здесь период у меня выбраны мая и июнь. Выплата относится к июню, а за июнь я еще не выгружала данные по отражению заработной платы в бухгалтерском учете. Обязательно смотрю, что у меня на счете 6801. Нам нужно будет сейчас в логе заплатить. И на счете 69. На 69 счете у нас тоже отражены взносы в аналитическом учете. Каждый на своем субсчете. 5 числа установлю дату. 5-е, 0-6-е, для того, чтобы все платежные обручения корректно сформировались. Итак, ну, конечно же, не думайте, что это так все быстро будет на курсе. На курсах, ну, может быть, кто-то учился у меня, может быть, кто-то учился у других наших преподавателей. Конечно, я говорю, там, нажмите туда, перейдите туда. Но потом уже все зависит от того, как группа идет. Но, как показывает практика, даже уровень второй, например, по 1С, уже более скоростной. Хорошо, мы с вами хотим оплатить начисленные налоги и взносы. Пока НДС платить не будем. Мы еще до этого модуля, в тот момент, когда будем говорить об отчете расчет по страховым взносам, не дойдем. Создаю платежное поручение. И также хитрым образом быстро оплачу через банковские выписки. Но у нас будет с вами практикум по загрузке банковских выписок. Вот эта кнопочка. Но вы же сами понимаете, я этот файл вручную программирую. Поэтому мы это с вами в январе сделаем по одной единственной именно заработной плате и уплате налогов. Все остальные будем через кнопочку подбор платежи с вами осуществлять. Итак, на 5.06 у нас с вами есть платежные поручения, которые уже прошли по банку. И мы оплатили с вами налог на доходы физических лиц и страховые взносы по нашим сотрудникам. Наша задача увидеть, что сальдо нет ни по дебету, ни по кредиту, что все мы сделали корректно. Обязательно 68.01 счет проверяю и формирую. Вот для того, чтобы ответить на вопрос, откуда взялась сумма 209, как раз нам нужно с вами перейти с новой программы в информационную базу по зарплате управления персоналом и начислить заработную плату за июнь. Но если вы посмотрите, мы с вами в январе, также все эти практикумы прописаны, обязательно будем выплачивать и авансы заработной платы, и в феврале будем выплачивать и авансы заработной платы. Но, конечно же, мы же не можем прям вот постоянно время свое тратить на то, что уже умеем. Поэтому, наверное, где-то с апреля мы уже просто будем начислять с вами заработную плату и подразумевать, что на работе мы, конечно же, не забываем, что аванс – это обязательно, потому что заработная плата выплачивается не реже, чем каждый полмесяца. Начисление заработной платы заполнила, провела. Обязательно отражаю заработную плату в учете для того, чтобы данные появились у меня в программе заработной платы, синхронизировались с бухгалтерской программой. Да, видим, снежина наша тут фигурирует. Что забыла? Что забыла? Забыла сделать ведомость на выплату заработной платы. Выплата в банк за июнь платить буду 5-го на 7-го, если это не выходной. Значит, 3-го провожу, закрываю. Задача – синхронизировать данные и увидеть их в бухгалтерской программе. Ну вот к этому моменту, к июню, мы уже такие с вами будем самостоятельно. Мы же там это все будем делать в январе, феврале, в марте. Я так думаю, что это уже запросто может быть самостоятельной работой, поэтому именно эти практикумы, которые не такие, вернее, наоборот, типичные, они уже выделены в самостоятельную работу. Но, безусловно, мы все стараемся идти вместе в ногу. Всех ждем. Если вдруг кто-то запаздывает, иногда бывает, и попозже приходит на занятия, то базами делимся. Ну, я думаю, что все вы знаете, как это происходит в нашем учебном центре. Хорошо. Отправляюсь в бухгалтерию. Что прилетает синхронизация? Вот у методологов такое именно сленговое выражение «прилететь». Прилетают ведомости на выплату заработной платы. Вот она прилетела, ведомость на выплату заработной платы за июнь. И прилетают данные по отражению заработной платы в учете. Потому что если мы сейчас с вами посмотрим, что у нас происходит в июне на 70-м счете, то увидим, что ничего. Да, то есть кредитовый оборот абсолютно пустой. И здесь фигурирует только заработная плата, которая была выплачена за май месяц. Отражение зарплаты в учете. Открываю прилетевший только что документ. Говорю, что я отразила эти данные в учете. Ведомости по заработной плате. Я вижу, посмотрите, по Снеженной все у нас хорошо, все схлопнулось. Сотрудники не отличные от Снеженной, а, соответственно, сейчас получат заработную плату. Хорошо, выплачиваю заработную плату за июнь. Обязательно проверяю 70-й счет. Ага, 03-07-го проверяю 70-й счет. Да, все ок. То есть 3-го числа выплачена заработная плата сальдо 0. Моя задача сейчас 3-го, 0-7-го произвести уплату налогов и взносов. Налога и взноса. В журнале платежное выручение. Хочу оплатить начисленные налоги и взносы. Все, кроме НДС. Обратите, пожалуйста, внимание. Вы все знаете, что мы с вами уплачиваем еще страховые взносы на ОСС, обязательно социальное страхование. А здесь их нет. Почему? Потому что мы как раз за счет этих взносов сейчас платим по больничному листу нашей Снеженной. То есть за счет тех взносов, которые делаем, осуществляем фонд социального страхования. Платежное выручение создала. В журнале банковские выписки сейчас их подберу. Все отмечу, все сформирую. 68-й счет по 3-й, 0-й, 7-й. Сальдо 0. Прекрасно. То есть, опять-таки, если раскрываю, смотрю, что вот они. Это прилетевшие данные документом отражения зарплаты в учете. И, соответственно, по банковской выписке прошла у нас сумма по платежному поручению. Хорошо, 69-й счет меня очень сильно волнует. Даже не первый, а, наверное, все меня очень сильно волнуют. Да, обратите, пожалуйста, внимание. А что за сумма 209? Мы же нашей Снеженной начислили больничной за счет фонда социального страхования. И уже увидели, что фонд нам был должен. Я хожу в фонд социального страхования как на работу. Там прекрасно работают милые дамы. Нужно собрать пакет документов. И по этому пакету документов, как правило, позже, чем через 2 недели, денежные средства не приходят. Вот нам сейчас вот эти деньги, фонд социального страхования, перечислил на наш расчетный счет. Итак, в бухгалтерской программе мы делаем все, именно отражаем все платежи. Но зуб, она, к сожалению, не подцепляет эти данные, поэтому там их нужно будет вручную завести. У меня есть подготовленный для этого практику файл. Мы представим, что получили выписку по системе Интернет-банк. Но прежде чем начинать работать в Интернет-банке, нужно сделать настройки. Хотя можно и без настроек, но без настроек ничего не понятно. Все документы сразу проводятся и, соответственно, не поймешь, было что-то или нет. По кнопочке еще опция настроить обмен с банком. И вот здесь вот нужно для галочки отжимать. Почему? Чтобы документы не проводились, чтобы в каждый непроведенный документ можно было зайти и его проанализировать, загрузить. У нас будет несколько файлов. Мы будем работать не только с файлами загрузки по системе Интернет-банк. Будут еще документы, которые мы будем получать по системе, ну, такие условно, ЭДО в кавычках, да, от поставщиков. Хорошо, вижу, что вот этот самый мой документ, буду его отражать в учете. Уважаемые, ну, вот есть такие виды операций, по которым нет предопределенных элементов. То есть, если предопределенных элементов нет, а мы видим, у нас тут нет ничего такого похожего, там, что-то с фондом социального страхования или получения налогов. Выбираем прочее в очень многих ситуациях. Фонд социального страхования, что нам перечислил, это счет, естественно, 6901. Уважаемые, ну, здесь будут у нас с вами прочие платежи по операциям. Если вам не нужно это выделять в отдельную статью доходов, можно просто посмотреть, да, что программа автоматически подставила. Если вдруг, прочие операции поступления. Мне это, в принципе, вполне подходит. Если вы хотите прямо написать здесь полученные пособия с фондом социального страхования, значит, будете создавать себе еще одну статью. Провожу. Хочу посмотреть, что у меня на 69 счете на 20 сентября, ой, июля. Да, вот они, эти 209 тысяч, они закрылись. Хорошо, нам осталось эту же операцию отразить зарплате управления персоналом, потому что те организации, которые работают в зарплате управления персоналом, они все отчеты формируют именно здесь. В разделе налоги и взносы нужно выбрать журнал получения, возмещения пособий с фондом социального страхования и создать здесь запись. Запись для РСВ, расчета по страховым взносам в ИФНС. 20.07. я получила от фонда 209-302-44. Хорошо. 1 числа у Снежины родился ребеночек 1 сентября. Мы с вами сейчас зарегистрируем справку. Это опять-таки справка будет выданная ЗАГСом. Для программы ЗУП это единовременное пособие. Но уже это же будет в сентябре, правильно? В сентябре, конечно. 15.09. справку мне принесли. Родился ребеночек. А вот здесь вот уже дата событий, непосредственно дата рождения ребенка. Получатель Снежина. Буду выплачивать. Если она на 15.09 принесла, у меня 20 аванс, пусть будет с авансом. Хорошо. Провела, закрыла. Дальше. Еще одно событие, которое мы по нашей мамочке зарегистрируем. Представим, что время у нас бежит скоротечно. Это заявление о представлении отпуска по уходу за ребенком до 3 лет. В разделе заработной платы и в разделе кадры это один и тот же журнал отпуска по уходу и возвраты из отпуска. Создаю отпуск по уходу за ребенком. Допустим, накануне 21 октября мамочка мне написала заявление. 22-е, 10-е, начало отпуска. Я уже посчитала, да, ребеночку будет 01, 09, 23, 3 года. А вот выплачивать пособие мы будем только по 01, 03, 22. Что это за день? Это день, когда ребеночку исполнится полтора года. Допустим, это у нее ребеночек третий, да, такой же может быть. Поэтому мы с вами обязательно на закладочке пилотный проект должны указать нашего малыша. Ну, предположу, что это какой-нибудь Иван Матвеевич. Хорошо. Ну, естественно, все остальные данные нам просто для практики мы не нужны, но вы, соответственно, будете их указывать. Провожу, закрываю. И обратите, пожалуйста, внимание, мне вообще что-то, я даже не заострила внимание на то, каким образом и когда я буду платить. Но дело в том, что я вот этим вот документом только назначила ей пособие. Пособие будет начисляться документом начисления заработной платы. У меня тут такой расчет, да, в каком размере оно будет начисляться. Ну, во-первых, те мамочки, которые у нас уходят с вами в отпуск по уходу за ребенком, мы должны проверить, чтобы у нас пособие в обязательном порядке сюда прилетело. Ну, а это так, как правило, и будет. Из того больничного по беременности родом, который мы первоначально заполняли. То есть эти два средних дневных заработка не могут измениться. Как правило. Хорошо. И выплачивать будем следующим образом. Берем наш средний заработок, умножаем на среднемесячное число дней, умножаем на 40%, потому что только 40% от этой суммы полагается маме. И получаем сумму 800, 282,56. Мы обязательно проверим, так ли нам программа посчитала. А вот смотрите, она у нас 22-го, 10-го ушла. Да, значит, по 31-е, 10-е, ей полагается пособие только за 10 дней. Соответственно, мы должны размер ежемесячного пособия разделить на количество дней в месяц. И в каждом месяце будет разное количество дней. И умножить на те дни, которые в неполном месяце приходят. Вот должны увидеть такую тоже с вами цифру. Я возвращаюсь в зарплату управления персоналом. Сейчас в скоростном порядке начислю заработную плату без каких-либо выплат за июль. За август? Ну, надо идти до ноября. Почему? Потому что мы же с вами... Я запланировала, да, вы об этом не знали. Так, подождите, я тут напуршила. Да, за август. Вышли на прямые расходы и косвенные. А я, соответственно, готовилась показать вам, каким образом данные будут отражаться в расчете по страховым взносам вот по этой мамочке. Сентябрь. Октябрь. Обращаю ваше внимание, вот как раз здесь мы уже должны с вами увидеть пособие за 10 дней. Закладочка пособия. Да, вот она наша мамочка. За неполностью отработанный месяц программа рассчитала пособие. Ноябрь-декабрь, да, чтобы интересно было нам с вами РСВ делать. Здесь уже 18 тысяч должно быть, но сколько копеек, не запомнила. Сейчас посмотрим. 18, 282, 56. И декабрь. Почему 19-й? Наверное, потому что я тороплюсь. Почему 10-й месяц? Наверное, тоже, потому что тороплюсь. Пособия. Да, все есть. Уважаемые, мы в обязательном порядке, конечно же, все данные будем синхронизировать. Опять-таки, обращаю ваше внимание, что их можно и оптом синхронизировать, то есть не обязательно через каждый чих нажимать на эту кнопочку. Но в жизни вы будете через каждый чих нажимать на эту кнопочку, потому что ведомости, которые будут на заработную плату, в случае, если вы каким-то другим образом выплачиваете заработную плату, не через зарплатный проект, обязательно должны попадать. Уважаемые, мы готовы сформировать отчет, посмотреть, что там с нашей задолженностью или переплатой фонд социального страхования происходит. Создаю расчет по страховым взносам в ИФНС. Но чтобы было интересно, начну с первого квартала. Наверное, мне нужно еще минуточек 8. У нас с вами два больничных листа будет. Один предполагается заполнить. Некая коробочка заболела в марте. Поэтому обратите, пожалуйста, внимание, что тогда, когда мы увидим расчет в приложении 3 по нашей Снежиной в первом полугодии, у нас там еще будет одна сумма к больничному листу. Я записываю, закрываю этот отчет. И вот мы с вами уже сейчас поподробнее посмотрим именно поведение программы при формировании отчетности и включению данных по больничному листу по беременности и родам. Расчет по страховым взносам за первое полугодие создаю. Заполняю. Меня сейчас интересует то, как выглядит приложение 2, приложение 3, раздел 1. Конечно же, на курсах мы будем подробно разбирать и приложение 1 к разделу 1. Обратите, пожалуйста, внимание. У нас с вами был больничный по беременности и родам. У нас с вами было единовременное пособие в первом полугодии, а именно в июне. Итого с учетом еще и больничного листа, отраженного в марте, 213 035 рублей одна копейка. Что я вижу в приложении 2? В приложении 2 я вижу те взаиморасчеты с фондом социального страхования, которые у меня возникли. А произошло следующее. Я начислила, то есть произвела расходы за счет фонда социального страхования в третьем месяце отчетного периода, это в июне, да плюс еще нарастающий итог, там что-то было в марте. Итого, обратите, пожалуйста, внимание, по каким именно данным будет фонд и налоговая, понимать, что не я плачу, а мне должны платить. Это будет как раз признак из строки 090. И обратите, пожалуйста, внимание, в разделе 1 у нас также данные, сводные данные по тем платежам, которые мы должны осуществлять, и сумма превышения расходов на одночисленными страховыми сносами у нас в данный момент составила 209 рублей 302 копейки. Сохраняя отчет, формирую отчет за 9 месяцев. Там у нас с вами должна появиться справочка о том, что ребеночек родился, и еще одно пособие, да, пособие по рождению ребенка. Есть пособие по рождению ребенка, и хочу посмотреть, что у меня в приложении 2. Приложение 2, благодаря тому документу, который мы зарегистрировали с вами в разделе налоги и взносы, у меня показано возмещение из фонда социального страхования, но все равно фонд не должен, это за счет той самой выплаты 18 тысяч 2 рубля по рождению ребенка. Записываю, закрываю. Ну и финал, короночка, да, хотя есть еще один момент по мамочкам. Сейчас его после отчета скажу. За год должна еще увидеть выплаты по уходу за ребеночком. Обратите внимание, да, что какие-то ячейки можно расшифровать, какие-то не расшифровывают. Если у вас будет много мамочек, то наступили на ячейку, нажали расшифровать, и, соответственно, будет показано, кто там вообще сидит, кто там находится. Хорошо, ну вот как-то так. Последний, прям вот последний финальный штрих, когда мы с вами в журнале отпуска по уходу и возвраты из отпуска регистрируем отпуск по уходу за ребенком. Имейте в виду, что есть такие документы, которые не отменяют. То есть вот смотрите, она у нас 01.09.2023 придет и начнет работать. И вроде бы в программе написано, не начислять вот ей за это время заработную плату. Вот программа ей не будет начислять заработную плату до тех пор, пока мы не создадим на основании возврат из отпуска по уходу за ребенком. Создадим документ возврата из отпуска, она может и пораньше прийти, и только после этого программа поймет, что нужно начислять заработную плату. Дорогие уважаемые, у меня все, я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы. Конечно же, примите мои искренние извинения за то, что драгоценно ваше время было потрачено не на косвенные прямые расходы. Но будем стараться решить в ближайшие сроки все эти нестыковки. Пожалуйста, если есть вопросы, задавайте. Я включила всем колоночки, можно даже поговорить. Спасибо всем, но я очень жду вопросов. Спасибо.